Всем привет, с вами Droid World Channel, и сегодня я бы хотел вам рассказать свой опыт использования Sony Xperia C3 на протяжении 6 месяцев, почти полугода, поэтому это довольно большой срок, и я бы хотел рассказать максимально объективно и просто всё, о чём можно только рассказать об этом смартфоне, и попытаюсь уложиться на 10 минут, поэтому поехали! Итак, с чего для начала я бы хотел начать, это конечно с дизайна, потому что, ну блин, в плане того, что дизайн это большой прорыв в Sony, и большой козырь в кармане у Sony, то есть поэтому в этом плане с дизайном всё хорошо, потому что, как видно, то что везде расположение, например, того же microUSB разъёма, расположение кнопок питания и выключение, кнопок питания и регулировки громкости, также включение камеры и так далее, это всё находится в удобном для меня месте, то есть с этим проблем как таковых нет, поэтому, ну ещё раз я хочу сказать то, что здесь в сервисе меняли крышку заднюю, что-то я решил с этим не заморачиваться, поменяли на чёрную, ну я думаю, в скором времени, может, поменяю, если я не продам данный смартфон, поэтому, ну, нормально, сойдёт. Так, конечно, с микрослотом для microSD-карты всё нормально, то есть никаких там каких-либо косяков нет, я их доставал раз в два, наверное, только эту microSD-карту, также шлейфы для SIM-карты тоже находятся в произвольном месте, в принципе, это всё, что я хотел рассказать о дизайне, ну, единственное, что мне не нравится, это то, что расположение разъёма для наушников находится наверху, ну, не совсем удобно, когда ложишь в карман, также, ну, дизайн самого, как бы, вот этих вот всяких динамиков и микрофонов тоже расположен в довольно приятном месте, и, ну, дизайн приятный, за полгода я привык к нему, и не норм. Так, ну, что ещё можно сказать, оболочка здесь очень хорошая, в плане того, что Android 5.1.1, и как видно, то, что я установил здесь не родной лаунчер, то есть я, как бы, установил, здесь стоит родной лаунчер, но установил порт от Xperia X, то есть, от этой линейки Xperia X, и довольно удобно и шустро, в плане того, что, ну, нет различных, например, меню здесь тупо нету, вместо меню здесь поиск по приложениям, ну, мне неудобно, я вот, мне так удобно, я раз-раз выбрал что-то для себя, и всё. То есть, с этим у меня проблем не возникло. Я просто, вот, два окна, я люблю минимализм, я не люблю, там, когда куча окон, когда куча всяких, всякого ненужного хлама, поэтому и вам тоже советую. Что ещё могу рассказать? Могу рассказать то, что камера здесь хорошая, по сути, никаких там претензий к камере нет, и поэтому всё здесь нормально с камерой. Ну, звук, насчёт звука. Звук здесь, конечно, ну, как вам сказать, на уровне такого, ну, бюджетного больше смартфона, поэтому звуку, звуку тоже таки, как бы, претензий нет, но он тихий. В плане того, он тихий, потому что когда его, даже когда его ставишь на стол, и начинает играть какая-то либо песня, композиция, он слышно тихо, приподнимешь, более-менее слышно. Но всё равно это он, тихий динамик. Это один из минусов и недостатков. Что ещё хочу рассказать? Я рассказать хочу то, что экран большой, на первый взгляд кажется, то есть, ну, массивный такой, здоровый, и не совсем удобно, когда его кладешь, ложишь в карман. Ну, да, это минус, пожалуй, я, потому что, когда начинаешь завяживать те же шнурки, и ложишь, и тебя телефон в кармане, то он может даже чуть прогнуться, я так думаю. Поэтому в этом деле у нас минус. Я хотел бы, чтобы он был чуть-чуть поменьше, но, пожалуй, хорош всё равно тем, то, что экран удобный, большой, обмещает себе вполне много информации, в том же хроме, в том же, в тех же приложениях, в тех же каких-либо ну, в общем, программах и так далее. Поэтому с этим тоже проблем нет. Ещё интересный ключевой момент, то, что, смотрите, у меня здесь не разбито, у меня именно здесь плёнка такая, то есть, плёнка мне просто тупо не хватило плёнки. Ну, я просто поленился сходить в магазин, купить дорогую плёнку, потому что я не хотел тратить на это ещё деньги, чтобы она была вся 5-дюймовая. Я просто нашёл плёнка, которая у меня валялась где-то в сумке, достал, там она была просто 4-дюймовая максимально, и поэтому пришлось только наклеить 4-дюймовую и ещё порезать дополнительно пару дюймов. Поэтому, ну, вот такие вот дела. С экраном тоже не совсем всё подходит. Отношу я его без чехла, потому что, ну, я считаю это ненужным, да, и я так особо отношусь бережно к смартфонам, ко всем телефонам, я отношусь стараюсь бережно, поэтому это один из плюсов данного девайса. Ну, мне нравится. Я хочу сказать, что мне нравится. За полгода использования как бы таких больших ощутимых проблем я на себе не ощутил, и мне это доставляет одно удовольствие, потому что до этого у меня был смартфон Samsung Galaxy Grand Prime, который от переизбытка приложений начинал тормозить, жутко тормозить, поэтому ну, этот Samsung, это оболочка TouchWiz, который тоже не совсем приятен для человека. А здесь у нас простая, сонинская и тот же минимализм. Ну, мне нравится. Ну, напоследок я бы хотел еще рассказать о чем. Ну, можно бы рассказать напоследок о самой системе для того, чтобы... Ну, хотел бы рассказать еще о памяти. Память здесь, конечно, не совсем айс, потому что это, наверное, самый большой из косяков, потому что память здесь всего 8 гигабайт, как бы доступно, из них доступно всего 4,8, что ли. Ну, ребята, это большой минус, потому что я установил root, установил другую прошивку pre-root, которая позволяет пользоваться LTE-сетями. И все равно, понимаете, я не нашел способа смены памяти местами, то есть, вот SD-карту с внутренним накопителем. Обычно в других смартфонах у меня была такая возможность поменять, например, тот же Sony Xperia Go, которой и в различных прошивках была возможность смены памяти, а здесь ее тупо нет. И, ну, Sony это очень большой минус. Мне это не понравилось. Остальное все вроде бы нормально, с батарейкой все просто офигенно, просто круто. всем советую брать смартфон, например, брать смартфон для тех, кто хотел бы пользоваться смартфоном очень долго. Это позволяет это делать, поэтому это, думаю, все. Экран офигенный, все просто четко, не лагает, не тормозит, звук средний, память облажались по-крупному, но я думаю это все, поэтому советую вам подписаться на мой канал, потому что будет еще много разнообразного интересного видео, постараюсь сделать вам все максимально объективно и просто, чтобы вас долго, не путрить вам долго мозги, поэтому всем спасибо за просмотр, не забываю подписаться на канал, ссылочка в описании на канал моего хорошего друга, там интересные всякие, ну, в общем, интересные нарезки из клуба и так далее, думаю, это будет интересно, и не забываю подписаться в группу ВКонтакте, всем спасибо, пока!